отлично так но сейчас потихоньку люди будут заходить сейчас буквально пару минут и начнем вячеслав волгоград пишет все отлично замечательно мы хотели сделать прямой эфир через telegram но telegram безбожно подтупливает слышу 05 разбирая 05 раньше это все мы делали через youtube там все ясно понятно здесь интерфейс чуть новый ну сейчас пару минут соберем не вижу вот 18 человек у нас сейчас так я соответственно буду видеть вопросы окно и качество у нас неплохое есть ничего не лагает все отлично так на принципе уже можно начинать здесь ребята накидали большое количество вопросов тема сегодняшнего прямого эфира это набор в группу в группу евича для участия в боевых действиях так и будем называть до группа евича ну я могу уже отвечать дорогой мой да да начинаем отряд естественно называется иначе однако для людей название отряда ничего не скажут поэтому для удобства идентификации мы специально сделали страничку в интернете а сегодня пригласили на телевидение я же не буду говорить да ссылка 3 2 2 2 2 2 3 слэш бред будет поэтому назвали страничку отряд девича без всяких пробелов два слова кто интересуется подробностями заходишь в интернет читаешь и там все написано ну и контакты с кем связаться уточнить поэтому рабочие название для отыскания отряд девича разумеется командуют отрядом другие люди я имею часть проходить в нем службу я имею полномочия от командования приглашать адекватных ребят толковых и они рассматриваются и кто пройдет отбор предварительный те могут проходить дальнейшую службу в составе отряда хорошо так ну начнем наверное с вопросов или давайте вот представим что есть у нас вот некий товарищ который сейчас хочет пойти на свого и у него есть некий выбор куда пойти какие здесь критерии требования для того чтобы попасть именно вот в отряд девича какие требования в наш отряд да ой блин писали у нас на канале несколько раз но поскольку я понимаю что современные я когда меня современные наши читатели достают до позеленения я начинаю говорить ребята прежде чем писать научитесь читать уже все написано прочтите пожалуйста зачем я вам оглашаю несколько раз но с чтением у людей плохо поэтому ссылочка о наборе на отряд набираем людей в новый отряд оба отряде адекватное командование никаких идиотских задач серьезная качественная подготовка третий пункт предельное напряжение всех ваших сил постоянный серьезный риск для жизни и здоровья часто запредельный четвертый жалований соцгарантии как везде не хуже и не лучше и пятый личные гарантии юрич идет на работу вместе с теми кого пригласил имеется в виду что я не сижу в модуле где-то в зеленой зоне а иду на работу вместе с нашими ребятами выполняющими непосредственную боевую задачу потому такая подлая ситуация когда человек на приглашал под своими в отряда потом их загоняют в мясорубку он где-то сидит таблом торгует в интернете у нас такого не будет значит да дополнительно сразу же скажу нельзя одновременно много хорошо зарабатывать и хорошо воевать что то одно поэтому ждем от кандидатов первое готовность и стремление постоянно преодолевать себя учиться новому есть два варианта кто морально-волевым и физическим проходит и готов сразу в отряд отправляться те рассматриваются сразу кто еще не уверен в себе и хочет пройти дополнительную подготовку не вступая в отряд для тех в рамках нашего гражданского проекта технологии выживания тактической медицины существует программа месяц перед фронтом она не относится к этому отряду либо какому другому там в течение месяца проходишь 20 предметов по окончании прохождений если прошел все либо если лучше всех рассматривается в мой отряд кто похуже но нормально показали себя на выбор предлагает два отряда других моих подшефных там хорошие командиры хорошие задачи наши выпускники туда идут кто показал себя полным дебилом тем ничего не предлагаем и наконец то хочет может вообще не идти на службу по окончании курса либо выбрать отряд по своему усмотрению этот курс платный он к отряду не относится повторюсь это для тех кто хочет а то сейчас начнется что мы на них там наживаемся последнюю кровь из них выпили рубли вытащили кто тянет по морально-волевым и подготовки сразу отряд могут быть рассмотрены второй пункт чем ждем от кандидатов понимание что эту войну можно закончить только распишавшись на руинах пентагона и стремление сделать это самым первым в свое время наполеон сказал каждый солдат несет своем ранце маршальский жезл стремление дойти до берлина было важным критерием в ходе войны я считаю что те солдаты которые хотят первыми войти в руины пентагона они нам нужны мы рады видеть таких своих рядах и третий пункт готовность умереть на работе в случае крайней необходимости пункт 4 понимание что чем лучше у вас пунктами 1 и 2 тем меньше необходимость пункте 3 но и вывод нам нужны настоящие мужчины упорные и ответственные кто только ради денег лучше не обращайтесь разочаруетесь и не затащить мне кажется нормально сформулирована для начала достаточно я понял какой порядок действий что нужно сделать в первую очередь связаться с секретарем кстати ссылку да точно и задать все вопросы кто что-то не понял зайти по ссылке отрядевича и почитать некоторым полезно сначала почитать чтобы потом подумать какие вопросы я хочу задать подумать до утра может быть может быть не задавать потому что большое количество людей большое количество людей знаете я к моему стыду скажу ребята вы пишут в интернете у меня сосед каждую пятницу собирается на войну начинаются дикие вопли готовность погибнуть за родину звенят дни стекло булькает на понедельник утром он весь синий стоит на остановке едет на работа я говорю человек злой я к нему не подхожу вежливо говорю слушай ты еще можешь успеть поезд есть сегодня до тамбова давай я тебя подвезу на машине он прячет глаза ребят прежде чем звонить нам ну хоть немножечко решите для себя да поэтому кто хочет до утра подумайте внимательно ну перед вечером хорошо перечитайте отрядевича посылки хорошо подумайте сформулируйте вопрос если они у вас остались потом ручки мозг секретарю напишите пожалуйста в чат как видео зависает ли потому что я вот тоже просматриваю меня чуть подвисает ну и соответственно все вопросы чат вижу если у вас есть какие-то вопросы то пишите зададим зададим прямой вопрос получим прямой ответ но вот что касается контракта контракт подписывается не с министерством обороны контракт не с министерством обороны для тех кто в теме все понятно кто не в теме принципиальное отличие в том что контракт министерством обороны продлевается автоматически. То есть ты не можешь по высловию контракта вернуться домой. Когда вернешься? После победы в СВО. Если вас-то устраивает в Министерство обороны. У нас добровольческое подразделение. Контракт на 6 месяцев. Дальше продлевать или нет? Ваш выбор. Тут вот вопрос сразу в телеграмме задает Иван. Нужны медики после института? Ответ очень простой. Медики нужны любые. После института, после фельдшерского образования. Но, ребята, я когда представляюсь где-то, там, врач, кандидат наук, я говорю, русский солдат. Все остальное вторично. Нам нужны медики, которые тащат на уровне бойцов. ФИЗО и морально-волевые. Вот эти пункты перечитайте. По ФИЗО сразу скажу, будет 10 вопросов. 10 раз подтянуться, 3 километра пробежать за 18 минут. Кто тащит, велкам, рассматриваем. Это ж не сложно совсем. Ты не поверишь. Мне тут пишут, где вы хотите найти таких уникумов? Где у вас требования не к людям, а к ангелам и все остальное? Я сижу, я уже начинаю терять веру в человечество и в отечественных мужчин. Они меня пугают. Я начал думать, что я что-то не понимаю в людях. Извините, братик. Я аж заерзал. Я уже столько услышал, что я с такими фантастическими требованиями иду в пень, что начал сомневаться. Может, я действительно что-то не то написал. Ну и второе. Само собой. Медик должен понимать, что он боевая единица. Его функционал, его медицинские знания получат уникальные возможности для раскрытия и развития. Я это говорю без всякого привлечения. Но не будет, как наши, блин, доблестные выпускники ВМА, что в Сирии под кондиционером в химии отсидел шесть месяцев, потом написал диссертацию, получил медаль, такое все. Будем работать. Я всегда работаю вместе с нашей пехотой, разведывательной, штурмовой, в боевом порядке ее. И медики, кто хочет, наш отряд, должны быть к этому готовы. Вот такой вопрос. Понятно, что туда сейчас люди, во всяком случае, должны пойти не за заработком, но сколько платят денег? Ой, господи, на ТВД 240 тысяч, по-моему, или 230 базовая ставка. Может быть, будут премии. При этом это когда ты попал на ТВД. На период подготовки я даже не уточнял. По-моему, меньше. Но как бы это естественно, мне кажется. Вот почему такой вопрос. Кстати, подъемные есть какие-то? Нет. Подъемных нету. Это, конечно, минус. В чем-то. Кому нужны охеренные подъемные, никаких проблем. Через военкомат, если в Москве 800 тысяч подъемных, получишь гробовые, пойдешь под командованием невменяемых командиров, два месяца пьешь в усмерть на полигоне. Ну, не все, да, у некоторых случаев. А потом неподготовленный на штурм опорника, перед которым уже все поле покрыто трупами. Зато подъемные были большие. Я сожалею, что о грустном. Я бы хотел, чтобы было иначе, ребята. Подъемных больших нет. В силу каких причин, кого не устраивает, придете, можете с моим командованием по этому поводу поругаться. Кого не устраивает, ребят, я на первой своей войне на Донбассе в 2014 году московскую квартиру оставил, не считая мелочей. Война – самое дорогое и расходное дело в жизни человека. Для того профессионал постоянно тратится на войну. Почему? А потому что бизнес каждого из вас – это чтобы не пришли хохломутанты, пиндосы, черножопые и не отрезали бошки вашим детям. Вот ваш главный выигрыш, приз подъемный и все остальное. Ну, не все это понимают. Кто это понимает? Не все. Приходите к нам, нормальный коллектив, не пропадете. В набедренных повязках вас в бой никто не пошлет. Режим вместе вопросы. Кто слишком зациклен на деньгах? Ребят, очень часто бывает в жизни ситуация, когда ты понимаешь, что вот сейчас здесь ты сдохнешь. В этой ситуации никакие выплаты, что через месяц мне на карточку капнут столько-то, вообще не работают. Это не мотивация. Нам нужны люди, для которых деньги – это способ победить в войне, а не цель. Ну, была бы цель, средство найдется. Как я уже сказал, у нас в набедренных повязках, слава богу, никто не ходит и снег не ест в отряде. Богу будет угодно, все справимся. Я на Донбассе, когда работал, мы 12 медицинских служб организовали, в частности, две на бригаду, без всякого госфинансирования. Я думаю, это критерий. Могу долго продолжать, но основное сказал. Хорошо. По экипировке что-то выдается? По экипировке выдается в рабочем порядке. Одежду сейчас выдают, обувь. В дальнейшем что надо будет? Что-то будем выдавать, а что-то, дорогие мои, надо будет докупать. Причем докупать надо будет много. Почему? А потому что современная война страшно дорогая. если посчитать все, что надо бойцу, там, блин, на несколько сот тысяч. Вопрос, много это или мало? Ответ. Если у тебя была нормальная зарплата раньше, большая, крупная, и ты сюда пришел из принципов, то ты не помрешь, если на месячную зарплату свою купишь себе снаряди. А если ты пришел только из-за денег, и каждую зарплату будешь отсылать на погашение кредитов, и из-за того, что ты дебил, блин, плохо одетый, плохо обученный, ты на выходе простудишься, тебя будут выносить всей группой, всю группу убьют из-за того, что ты дебил. Ребят, у нас лучше меньше людей будет, но будут люди, которых не будет таких. Да, придется тратиться на снарягу, одежду, обувь. Кто не знает, у казаков, у всех войских сословий всегда было так. Тебе платят сколько-то рублей в год. По-моему, 11 рублей было у казаков. оплата. И ты сам решаешь, как ты будешь на эти деньги коня лечить, кормить, чтобы он не умер, и как покупать коня, если его убьют. Обувь, одежду, снарягу себе и такое все. Вас не устраивает? Продавайте родину, езжайте воевать за польских мразей, за каких-нибудь турков, там платят больше. Я извиняюсь, что я жестко говорю конкретно, но это нытье меня уже достало. Вот у меня зарплата 20 тысяч, как я могу. Ты когда 200 тысяч получишь, многие, на радостях набухался, так что стал ультрафиолетовый, пробухал 200 тысяч, опять без копейки сидишь. И все ноют. Ребят, не надо ныть, вы мужики. Вы должны быть примером для детей, для общества, для всех. Мужик, который сначала ноет, что у него 20 тысяч, потом пробухивает как не в себя в 10 раз больше, а потом опять ноет. Я думаю, ты меня понял, и я думаю, ответил нормально. Да, что касается экипировки, да, это дорого. Зачастую это прям сильно дорого. Значит, мы предварительно пообщались с производителями экипировки и можем сделать, чуть попозже, сделать спецпредложение для ребят, которые идут в группу Куревича. Вот это ты красиво придумал, спасибо, братец. Да, там есть интересные варианты, но пока рано об этом говорить, я думаю, день-два, будет уже все ясно-понятно. Ну вот, как вариант, один из вариантов, да, есть магазин Ratnik Tactical, я часто о нем упоминаю, не просто так, и там есть предложение на бронжолет Химера, полный комплект. Ну, я чуть закончим эфир, сделаю ссылку, может быть, кто-то заинтересуется, ну, как вариант. Там просто будет очень гуманный ценник за комплект. Вот, задают еще такой вопрос, спрашивают, куда, но куда мы не скажем на прямом эфире, да, это уже через секретаря, или там на месте. О чем речь, куда? Не Африка, не Ближний Восток, я очень уважаю наших ребят, кто защищает интересы России в Африке и на Ближнем Востоке, но пока есть какие-то охеревшие твари, которые стреляют по моим родителям в Горловку, я не считаю себя вправе защищать интересы России там. Освободим русскую землю до берега Ла-Манша, европейскую часть русской земли, тогда займемся освобождением других континентов. Пока у меня приоритет там. В остальном, какая тебе разница? Вот реально, мной спрашивают, какое направление? Ребята, сегодня может быть направление Запорожское, завтра Харьковское, послезавтра Варшавское, а там, даст Бог, будет и Берлинское. Какая разница тебе, где быть хорошим солдатом? Ну, вроде ответил. Да, знает ряд вопросов, если не с МО, то с кем? Это уже, ну, не на прямом эфире. Это можно было лично. Брат, я так дипломатично скажу, скажи, пожалуйста, а какие основные организации ты знаешь, с кем подписывается контракт, если не с МО? Скажи, пожалуйста. Если ты несколько хотя бы назовешь, больше трех, то можешь мне в личку написать, поговорим. Во всех остальных случаях, если ты не знаешь три и более организации, зачем ты спрашиваешь? Ты просто не знаешь. Ты знаешь, вот вопрос, я сейчас дружелюбен, вежлив, меня спрашивают, а какая часть? Я говорю, номер части назвать? Да. У меня сразу вопрос. А ты свои, как правило, номеров частей не знают. А вот вражеским разведчикам очень важно знать номер части. Ты с какой целью интересуешься? Зачем тебе номер части? Кто командир? Угу. А координаты штаба? Прямоугольные прислать тебе? Один да, мне написал. Мне вообще понравилось. Я даже не понял, это дурак до такой степени или такой наглый враг, что я ему пришлю координаты штаба. Короче, ребята, какая разница, какая эта часть? Я всегда ориентируюсь на командира подразделения. Командир подразделения, командирный состав, лучший в стране, какой я знаю. Может быть, есть лучший, но я лучших не знаю. Инструктора, лучшие в стране, кого я знаю. Все, я им доверяю, я с ними работаю. Кого это что-то не устраивает, но сам крутой профессионал, он хочет именно знать, кто командир. Вы можете связаться, написать, что я, да, затягиваю физом, могу ворально-волевые, вот такие вусы, но пока не узнаю, кто командир, не пойду. Вы можете через секретаря установить контакт, написать, что вы хотите командир. Если ваша личность заинтересует, то, возможно, с вами отдельно встретятся и скажут, кто командир. Может, это будет на усмотрение командования. Но когда пишет какой-нибудь индивидуум, который не бегает, не подтягивается, вусов не имеет, боевого опыта не имеет, весит 120 килограмм, гипертония и инфарктом, и скажи ему номер части. Брат, чисто по секрету, скажу тебе, пятый легион, третья когорта марсианских прыгунов-прашников. Легче стало тебе. Я понял. Вопрос. Какие специальности в усы сейчас востребованы? Если вообще на фронте, то в усов дофига. Нет, вот именно в вашем отряде. В нашем отряде востребованы нормальные мужики, который может пробежать, подтянуться, который не боится смерти, который ответственный, поручили ему, он умрет, прямо в смысле слова, но сделает, и которые хотят защищать родину. А то у нас военспециалистов офигиарт в стране. Как послушаешь, непонятно, почему мы еще не в Вашингтоне. А как надо, что я буду бегать, я артиллерист. А завтра окажется, что ты даже снаряд не можешь выгрузить из машины, потому что ты не только бегать, ты и ходить не можешь. У тебя избыточный вес, астма, подагра и полиартрит. Зато ты артиллерист. Был в Афганистане. Итак, все ВУСы у нас начинают рассматриваться после ФИЗО и морально-волевых. То есть, ты готов на этих условиях проходить отбор, тебя все устраивает, заполняй анкету, заодно пиши, вот ВУСы такие, 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 тогда тебя рассмотрят. При этом, если ты думаешь, что ты охеренный, блин, инструктор, и ты будешь ездить в безопасном месте, то фиг ты угадал. У нас на задачу пойдут все, я думаю, если начмед идет на задачу с пехотой, то все остальные могут понимать, что шансов отсидеться где-то там у них не будет никаких. Какой бы ты уникальный специалист ни был. Ну, мне кажется, ответил. Да, теперь вопрос к зрителям. Напишите, пожалуйста, подвисает стрим или нет, потому что у меня он подвисает, приходится время от времени обновлять. В любом случае, у нас будет запись, запись будет в хорошем качестве. Сейчас вот Карл Бланш на вопросы. Есть небольшое эхо, да, пишут? Насколько критичное это эхо? Если серьезное, я сейчас тогда одену наушники, так будет проще. Вопросов на самом деле очень много, прям очень много. Может, мои зашпарим по порядку или ответим на те, которые сыплются, а потом мои зачитаем, когда те иссякнут. Да, будем и оттуда, и оттуда, да. Ну, тогда по очереди. Мои, пожалуйста, по очереди, чтобы я не сбивался. вопрос из Телеграма. Первый. Контракт на какой период нынче подписывают? Ну, отвечу, мы уже говорили, но не переломлюсь. В нашем случае полгода. Как у других, не знаю, у нас полгода. Аминь. Без автоматической пролонгации. То есть полгода закончили? Со стороны нашей без автоматической пролонгации. Кто покажет себя хорошо, может претендовать на продление контракта? И в Добрабатах краткосрочные командировки еще существуют? Я не знаю, что человек вкладывает в понятие краткосрочные командировки, не знаю. У нас ты находишься в отряде все время контракта полгода. И какие будут задачи, такие ты вместе с отрядом и выполняешь. Вот. Вопрос также с Телеграма. Цитирую. Женщин-добровольцев почему не берут в отряд только мужчин? Ага, и дальше дискриминация по половому мужчину. Да, да, да. Отвечаю. Благодарю за этот хороший вопрос. Я этой женщине достойно уже ответил. Никакой дискриминации. Тяните физо и морально-волевые на общих признаках. Подавайте заявку, рассмотрим. То есть, девчонок никакой дискриминации. Девчонок тоже возьмете? Она мне ответила. Да, физуху затащу, офицер, типа, подам заявку. Если затащит, я приложу все усилия, чтобы женщину взяли в штат, сразу будет предупреждение. Милые барышни, я прекрасно понимаю, что для женщины очень важно устроить личную жизнь, построить семью, обзавестись детьми. Я прекрасно понимаю, что это инстинкт базовый. Те, кто приходят в отряд и преследует и преследует такую цель наряду с защитой Родины, я не могу их осуждать. Но, извиняюсь, во-первых, не в ущерб боевой работе ни в коем случае. Во-вторых, никакой при этом некорректности в поведении. То есть, если женщина, приходя в отряд, начинает вокруг себя создавать как это, вихрь поклонников, то это никуда не годится, у нас такого не будет. Я знал нескольких женщин, в частности, одна женщина, дай бог здоровья, Гюрза, надеюсь, она жива, поклон ей, командир штурмовой группы, вот эта женщина, она так вела себя на работе, что ее все уважали и уважали ее заслуженно. Мы рады видеть таких в отряде. Но, вести нужно себя соответственно. Я надеюсь, что это будет так. Итак, женщин мы не дискриминируем, как и никого. Но, есть определенные требования. Если человек им соответствует, какая-то так, чуть-чуть зависла. Так, техническая неполадка. Юрьевич завис. Сейчас смотрим, в чем дело. Так, сейчас тогда нужно будет пару минуток, чтобы перезайти. А, все, отлично. Перезошел с другого. Враги пытаются нам помешать, но хрен им. Запросто. Так, сейчас, секунду. Все отлично, у нас все работает. Вопрос от Александра. С ВСРФ к вам перевод возможен? Увы, нет. Мы не против. ВСРФ категорически против. Они боятся, видимо, что к нам перебегут, и жит вся армия в полном составе. Во всяком случае, столько народу к нам хочет из МЭО сейчас. Я в ахере. Извините. Ну вот, есть вопрос еще, не совсем по теме. Даня спрашивает, да, как привести бойца в чувство после смерти боевого товарища? Целый ряд факторов. Во-первых, человека нужно готовить заранее к тому, что при нашей работе неизбежно гибнуть люди, может погибнуть он сам. Лучший способ подготовки, тренировки на пределе физических и психических сил и с реальным риском для жизни и здоровья. Тогда человек адаптируется к тому, что его либо товарища могут убить, и когда это происходит, воспринимает спокойнее. Очень хорошо помогает вера, в частности, православие. Тогда ты веришь, что это уход человека в лучшую жизнь, а не гибель, воспринимаешь спокойнее. Примомогают определенные психологические методики. Будет сегодня у нас психотерапевт, она расскажет лучше. Некоторыми методиками владею я сам, слава богу, их применяю, но сейчас я здесь руками махать, показывать в экран не буду. Ну вот, кратенько, я думаю. Давайте поговорим о подготовке. Есть кандидат, он связался с администратором, сделал все документы, и вот первый день обучения, что из себя оно представляет, как оно будет проходить? Движемся по порядку. Во-первых, он сдал документы, его документы рассматривают, потом с ним беседуют, если он примерно подошел, его приглашают в отряд. И тут начинаются тонкости. Многие, которые бились о пятках груди, кричали, что хотят, внезапно осознают, что не так-то сильно они хотят, и судорожно сваливают вдаль, ребята. Причем, ничего нового, страшного, больше, чем я сейчас говорю, они не услышали. Это о чем? Это я о том, что у нас в стране специалистов с воинскими специальностями много, а мужиков решил, как отрезал. Вот дедушка мой, царство небесное, он Будапешт брал, он так повоевал, он мне говорит, я, говорит, курить бросил за один день, я решил, что я бросил курить, выбросил сигарету и больше никогда не курил. Вот какой мужик должен быть. А тут начинается, хочу ли я, могу ли я, могло ли я, Монголия, то есть, доехать до отряда еще надо. А теперь следующий вопрос, ты мне задал, я вот думаю. Подготовка у нас начинается с первого дня пребывания в отряде, график занятий составлен командованием, проходит целый ряд разных специальностей, а вот какие специальности, зачем и в каком порядке, это уже тайна, причем служебная. Потому что рассказывать врагу, как и зачем мы готовим бойцов, а враги нас сейчас 200% слушают, это своим дебилом. Однозначно, да. Я никакого смысла не вижу, уверяю вас только, что один мне написал, ну, видно, он опытный товарищ, говорит, много у вас, несколько месяцев на подготовку, за это время люди размагничиваются, спиваются, я говорю, брат, а скучают, я говорю, когда ты попадешь к нам, ты и все будете молиться, чтобы вам дали один день отдыха, чтобы вы тупо лежали и судорожно отсыпались, поверьте, вот примерно так. То есть заскучать, вы не заскучаете, и подготовку получите, которая вам очень пригодится в жизни в том числе. Сколько времени длится подготовка? Несколько месяцев, пока пообещали, сколько я знаю, просто вопрос в том, что кто-то уже проходит подготовку, кто-то еще не пришел, возможно изменения в планах, вы понимаете, командование планирует одно, но война всегда, это игра двоих, еще противник свое планирует, поэтому несколько месяцев этого достаточно. Но если кто-то думает, что это много, и можно не спешить подойти к обеду, дорогие мои, современное военное дело настолько сложное и многопланово, что год человека готовить, и то не будет излишне. Поэтому я считаю, что кто хочет, успеем научить, кто не хочет, того научить очень сложно. Поэтому берем тех, кто хочет, и настраивайтесь, что несколько месяцев на подготовку, а потом работа будет интересна. Я думаю, что нас обязательно посмотрят те ребята, которые понимают, что в конце мая может что-то измениться. И некоторые уже присматривают место, куда пойти. И вот почему мы... Важный момент. Важный момент. Кто рассчитывает, что он до последнего будет бухать на диване, а когда получит мобилизационную повестку, ломанется к нам с опухшей синей рожей, как на буфет, то вы обломались. Кто получил повестку от Министерства обороны, идет в ближайший военкомат. Мы даже не имеем права рассматривать таких людей, не то что брать. Я понял. Я всех предупредил, потом не нойте. Так, и вот вопрос обучения 2 месяца. То есть человек приходит и 60 дней сначала обучается. Так точно. Это обучение платное или бесплатное? В рамках отряда обучение абсолютно бесплатное. Кто не готов сейчас идти в отряд, в нашем проекте технологии оживания тактической медицины, который является гражданским в Москве, есть курс месяц перед фронтом. Кто хочет пройти этот курс, отправляется туда, там за месяц до 20 разных предметов. Картография, ориентирование, психподготовка, тяжелая пехотная, корректировка артиллерии, выживание при артобстрелах, безопасное обращение с оружием. Я перечитать могу долго, все можно найти. Заодно ты смотришь, нужно ли оно тебе, это вообще все. Может, ты по окончании курса скажешь, я не готов. Так ты ничему и не обязан. Либо ты пойдешь в другое подразделение, если по совокупности прохождения этого курса тобою, мы решим, что ты к нам не тянешь. Но у нас есть пара подразделений с требованиями попроще, вполне хороших. Туда наши выпускники из предыдущих курсов ушли, все корректно, они там работают, командование довольно, они вроде тоже, насколько я знаю. Это отдельный проект, к отряду он не относится. Кстати, очень интересно, да. Кто начнет отвечать, да, почему, типа, не бесплатно, организуйте сами бесплатный курс на 20 предметов военных и преподавайте бесплатно, я вам не мешаю. Кто кричит, я без денег сразу в отряд хочу, нет препятствий патриотам, физо морально-волевые, собеседования и приехать в отряд. Интересно, то есть можно приехать в Москву на месяц и попробовать себя на неких занятиях, которые будут приближенные, но к боевым. Так, да, происходит? А тут фигня такая, что это больше реально прокачка мозгов. Война это не кто, кого перестроится, а кто, кого передумает. Ты каждый день изучаешь новые предметы, ориентирование по карте, корректировка артиллерии, как я уже сказал, как обращаться с тяжелым, пехотным, ты вкачиваешь мозги. Морально-волевые и физо мы не вкачиваем людям на этом курсе, потому что за месяц, дай бог им дать, чуть-чуть знаний по каждому предмету. Люди понимают, начинают лучше военное дело, они приобретают самые разные навыки, и потом, в какой бы род войска, куда бы они ни попали, они не полные дебилы, у них есть базовое понимание, куда дальше расти. Как правило, в большинстве случаев, вокруг ни у кого такого понимания нет, человек сразу начинает работать с тем, с чем надо сейчас, БПЛА, тяжпех, и становится специалистом, если жить хочет. Либо не идет на фронт, осознает, что он не готов к этому. Вот для этого есть месяц перед фронтом. Для тех, кто хочет именно такой вот бесплатный, то есть платный, и без подписания контракта, курс предварительной подготовки. Но пока еще есть выбор, я думаю, этот выбор можно сделать. По вопросам. По вопросам. Как сейчас, вопрос от Игоря из Телеграм. Как сейчас проводится психологическая подготовка военнослужащего к боевым действиям? В разных подразделениях по-разному. В нашем подразделении психологическая подготовка базируется на тщательной, всесторонней боевой подготовке. То есть человек готовится к разным ситуациям. Когда возникает психологический стопор? Прежде всего, когда человек не знает, что делать в той или иной боевой ситуации. Если человек всесторонне обучен к БД, то тогда у него такая ситуация возникает реже. Второе. У нас решается вопрос на базе классического православия. У нас очень воцерковленный коллектив религиозный. Мы ездим, возим народ, кто хочет, к исповеди, причастию. Все молимся постоянно. Это создает общую атмосферу. Да, плюс пожилые бойцы берут шефство над молодыми, опытные, инструктируют их, направляют, поддерживают. Надо где-то дают дружеского внушения. Соответственно, классический способ выстроения психологической подготовки военнослужащих, который был принят всегда в русской армии. Кто иноверные, мусульмане, блин, буддисты, родноверы, кто уважает православие и не скандалит, можем принять в наш отряд. Единственное ограничение к активно антиправославным атеистам. Многие на меня обижаются. Вот, Юрич, за что ты дискриминируешь атеистов? Русским языком отвечаю. Представь себе, важная задача. Когда фраза «мы идем на смерть», она подостерлась. А я знаю, как чувствуются люди, когда идут на задачу с высоким риском гибели. Вот мы все встали на колени, молимся к Богу. И тут будет в подразделении у меня, когда я говорю во славу Божию один знакомый Господа нашего Кельцакуатля Куклькана. Кто не знает, Кельцакуатля Куклькан это бог людоедов из Южной Америки, которому приносились человеческие жертвы. На его, блин, гробницах людей разделывали и съедали. Я человек лояльный, а у нас в подразделении он сразу без паузы получит замечание прикладом в челюсть. И, извините, я думаю, все поймут. Вот такие источники постоянного напряжения нам в отряде не нужны. Нам нужны люди, которые нашу веру уважают, если не разделяют. Кто уважает веру, можем рассмотреть даже атеистов. Но подавляющее большинство известных мне атеистов они начинают с того, что вот я атеист и понеслась. Они, знаешь, этим размахивают как знаменем. Явно они собираются на нашей вере пытаться оттоптаться. Я всем поясню. Мой духовник, у которого 200 командировок, я его очень уважаю, который очень достойный человек, и сейчас он на ТВД, у него есть стихотворение. Хочу пояснить всем, не путали дабы, православный вовсе не значит слабый. Если у вас представление, что православие это такой сусальный леденец, ударили по одной щеке, подставь другую, то вы немножечко попутали, дорогой мой. Поэтому, я извиняюсь, так агрессивно заговорил, я постоянно сталкиваюсь с агрессией со стороны атеистов разных, но когда начинаешь разбирать, потому что, в большинстве случаев, они воевать и не собираются. Они приходят, чтобы продемонстрировать, что они лучше других, потому что они не верят в Бога. Вот таким нам не надо в отряд. А все остальные, про психоподготовку, сказал, в довершении, есть ряд методов реабилитации после стресса и психоподготовки перед боем. Я кое-что изучал и мне помогает. Я дам личному составу. Кто захочет, у тех будет. Вот в двух словах. Да, вопрос еще из Телеграма. В двух отрядах, может, по-другому, я так скажу. И психотерапевт наш, может, что интересное на эту тему скажет. Задаю такой вопрос. Какие задачи будут у отряда? Я на этот вопрос реагирую уже очень дипломатично. Возьмите книгу «Разведчик Северного флота» и прочитайте. Вот я был моторист, дизелист, мы готовились, это дважды Герой Советского Союза, уникальный человек. Его книгу теперь читают во всех учебных заведениях мира, не только страны. Уникальные операции они провели. Так вот, я моторист, дизелист, там готовился, то-се, а потом подал заявку на подготовку в разведывательное, диверсионное, супер-пупер, спецназ со всего флота собрали. Меня старшина Никандрова еще одного бойца увел в горы. Полдня нам показали, как ползать, колоть штыком, бросать гранату, а потом сказали, эх, поготовить бы вас еще, но времени нет, и мы пошли в бой. Какой вывод из этого? Ребята, тебя могут десятилетиями готовить по одной специальности, а бросить совсем под другую. Это война. Мы даем людям самую разнообразную подготовку в отряде, и мы даем людям самую разнообразную подготовку на нашем гражданском проекте тактической медицины, месяц перед фронтом, чтобы в любой критической ситуации у вас были хоть какие-то знания, что делать. При этом задачи, которые сейчас ставятся перед отрядом, могут многократно измениться. Повторюсь, это война. И, чтобы потом не было воя, Юрич, я не под это подписался, я вот на другое рассчитывал. Я всех честно предупредил, у кого будут претензии, можете предъявить мне прямо на поле боя, благо там у всех оружие в руках, всегда можно озвучить вопросы и получить на них ответы. Но я заранее не принимаю ответа, что я под это не подписывался. Это война, брат. Это касается каждого из нас. Почитайте в годы войны Симонова, почитайте, какой автор могучий. Когда полковник НКВД и несколько бойцов с ними сопровождают наших колонну безоружных солдат глубоко в тылу, и внезапно на них выезжают немецкие танки. И они принимают бой, чтобы безоружные люди успели хоть кто-то убежать, выжить. Он тоже не рассчитывал в звании полковника без гранат с одним автоматом на танки кидаться. Ну вот, вроде бы ответил, да, дорогой мой? То есть, мы готовить будем по самым разным специальностям, максимально готовить, потому что в наших интересах, чтобы вы были подготовлены, и сами будем с вами работать. А дальше, как Бог управит, какие задачи будут. Ну, два месяца это очень серьезный срок, то есть, за два месяца можно реально чему-то научиться. Это там не три дня, как иногда бывает, не там ни неделя, ни две недели, а целых 60 дней. Ну, это прям серьезно. Вопрос из Телеграм. Цитирую. А если есть цель пойти, есть желание, но нет 10 подтягиваний, что делать? Я думаю, вот я хочу заниматься. Пробеги три километра не за 18 минут, а за 14, и мы простим тебе недельки на две подтягивания, а там ты вкачаешься. Вполне норм. Как бы ну, мне кажется, так и дипломатичный приветливо ответил. Понимаете, ребят, будем же взрослыми людьми. В свое время Петр Первый сказал, нельзя держаться устава, как слепой держится стены. То есть, есть определенная норма. Если человек чуть-чуть не дотягивает до нее, но готов работать и имеет другие достоинства, мы можем его рассмотреть, а дальше, что надо будет, вкачаем. Так, вопрос к зрителям. Напишите, прерывается ли трансляция, как качество, потому что у меня она подвисает. Еще раз повторюсь, у нас в любом случае будет запись видео, там уже будет хорошее качество. Здесь могут быть вот такие технические нюансы. Сегодня это, скажем, такой первый раз эфир именно в ВК. Посмотрим, как он работает и уже потом сделаем работу над ошибками. Вот. Значит, еще есть ряд вопросов, они примерно одинаковые. Звучит примерно так. а годных с ограничениями берут. Не служил, была язва. Физуха хорошая, бегаю много. Желание помогать пацанам огромное. То есть, можно перефрансировать, с какими болячками. Если есть цель, всегда найдется способ. У нас в спецназе служил хлопец без ноги по самый пах, он бегал на протезе, так что никто не знал, что у него протез. Кто имеет желание, те всегда найдут возможность вкачать недостающие. Рассмотрим любого, кто хочет, ну и может на базовом уровне физои и морально-волевые. Следующий вопрос также из Телеграм. Когда идет, когда набор претендентов? Я хочу себя попробовать. Уже идет. Уже вчера, братан. Да, значит, мы в конце прямого эфира оставим все ссылки и все желающие могут пройти и там уже все посмотреть. Да, да, да. Так, по вопросу есть личные гарантии, да, о том, о чем мы говорили? Я сказал, личная гарантия, то, что я иду на работу с ребятами. Если что-то вас не устраивает, всегда можно сказать, а вот ты обещал, так будет по-другому. Получается по-другому. Но, да, важный момент мне еще тут задавали, он периодически возникает в интернете в разные моменты. А вот была ситуация такая, вот набирали людей в отряд, командование такое, а потом все командование сменили, поставили каких-то тварей, людей загнали на мясо. Я отвечаю просто. Я работаю только с командирами, которых я уважаю. Если командир по морально-волевым и профессиональным не тянет, я не работаю с таким командиром. Это же, кто захочет из личного состава, может продолжить работать с таким командиром. Кто не захочет, мы работаем с тем командиром, которого мы уважаем. Это главное свойство добровольческих отрядов, и именно поэтому и у казаков так было, когда они эффективно воевали, и у дружин старорусских до казаков. В этом критерии высокой эффективности. Лизоблюды, мразь, которая, чтобы угодить вышестоящему командиру, зря гробит личный состав. Это простейший способ проиграть войну и зря погибнуть. Поэтому как бы ну вот так вот. Да, иногда обстановка может быть такая, что придется всем лечь. Например, как под Москвой в 41-м. Сейчас войдет НАТО, такая обстановка будет много где. Но это будет означать только, что никакого другого варианта не было. Если будет малейшая возможность выполнить задачу с минимальными потерями, мы будем всегда к ней стремиться. Так, вот вопрос из ВК. Видимо, человек только сейчас присоединился, норматив ФИЗО. 10 подтягиваний и за 16 минут 18 минут пробежать 3 километра. 3 километра 18 минут. И вот есть вот такой вопрос. Казалось бы, он очевидный, но я думаю, все равно стоит проговорить отношение к алкоголю в отряде. Ага, очень просто. Контракт закончился, выехал из отряда, бухай, хоть лопни вообще. Но лучше, конечно, не советую, но не возбраняется. Пока ты на службе, не полграмма. Полграмма наши люди пить не умеют, а где началось стакан, два, кругом оружия, средства взрывания, ребята, я не буду всяких страшных историй рассказывать, у нас такого не будет. У моего глубоко уважаемого друга Дениса Гарева, клуб партизан, кто не знает, у них в отряде за алкоголь, наркотики смертная казнь, и у них никто не бухает. Ну, то есть за алкоголь наказание будет очень серьезное. Да, конечно, бляха-муха, он дебил, сейчас подорвется на гранате, с ним куча непьющих людей пострадает, зачем нам это надо, да, Ну, ситуация на самом деле очень много было разных. И если бухать не перестану, то сколько еще будет? Так, то просто полностью согласен. Вопрос из ВК, это тоже, видимо, человек только сейчас присоединился. Обязательно ли проходить платную подготовку? Берут ли бесплатные подготовки при условии выполнения физо? И вот можно повторить еще раз. Последний раз сейчас отвечаю, потом все новоприсоединившиеся просто потом видеозапись просмотрят. Мы не можем 10 раз отвечать один раз на одни и те же вопросы. Итак, есть два варианта. Кто тянет морально-волевые физо и решил уже идти, подаете анкету, вас рассматриваем, если все норм, сразу приезжаете в отряд, нет, приезжаете на собеседование, если прошли собеседование, сразу в отряд, платить ничего не надо. Кто не тянет моральные и физо или сомневается идти, или хочет распробовать месячный курс в Москве на базе нашего гражданского проекта технологии продолжения, то есть месяц пройти некую учебку в условиях более-менее безопасных, или вообще в принципе безопасных. И я думаю, в течение нескольких дней розовые очки спадут. Мы время от времени, когда проводим эти курсы НВП, приходят люди, которые изначально считают, что они все знают и умеют. Я наблюдаю все со стороны, общаюсь с людьми. И в первый же день, вот когда заканчивается первый день, розовые очки у многих слетают. Реально, да. И они понимают, что все, что они как бы знали и умели, это совсем чуть-чуть, если вообще не ничего. Вот так. То есть многие просто не совсем понимают, что там происходит, насколько это все жестко и как нужно готовиться. И, ну вот, если в двух словах так вот объясню, чтобы много не говорить, да, на прямом эфире, мы лучше вот такие темы разовьем в Телеграм. Значит, возвращаясь к вопросам, есть еще ряд вопросов, которые писали в Телеграм, но они больше, наверное, относятся к психологу, с которым мы поговорим сегодня, но чуть позже. Поехали. Предлагаю начать, брат. Штурмовой отряд, повестка в один конец, в самом низу первого листа, вопрос интересный. Так, у меня просто здесь нету листов, у меня сплошной текст. Зачитайте вопрос, сейчас найду его. Штурмовой отряд, повестка в один конец, вопрос. И второе, как родственникам погибших бойцов объяснить, что смерть может случиться с любым, а не только с их родственником, особенно видят, когда многие возвращаются в отпуска. Итак, первое, любой отряд, особенно штурмовой, зависит первое от того, кто у вас командир, второе, как вы обучены. В таком порядке. Поэтому я работаю лично только с теми командирами, которых уважаю, считаю, классными специалистами. И второе, все время максимум усилий тратить им на подготовку. Мы вас тренируем, и вы каждый тренируетесь каждую минуту, понимаете, что от этого зависит ваша жизнь. Тогда, как бы, не повестка в один конец. Второе, как родственникам погибших бойцов объяснить? Брат, ты мне зря задаешь такой страшный вопрос. Для меня общение с родственниками погибших это такой пипец, что для меня это страшнее всего на войне. У меня погибло трое подчиненных в 2014 году, и двое сейчас в ходе СВО, хотя они подчиненные, но формально они были медслужбы, отряда, и я их знал. Для меня это самые болезненные впечатления от войны, и объяснить тут ничего нельзя. Даже если родственники тебя не винят самого, ты всю жизнь думаешь, а что ты не доделал, они бы могли жить. Единственное, что мы с этим сделать, так тренировать людей, так планировать операции, чтобы это случалось как можно реже. Ты можешь даже не объяснять, меня родственники некоторых погибших успокаивают, когда я им звоню, а совесть-то она здесь. Вот кратко будет ответ на этот вопрос. Да, вот, как попасть в вам подразделение с ФИЗО, туго, точнее, с подтягиванием. Желание большое имею, но возможности заниматься нет. Уже ответили кратко. был такой вопрос, да. В принципе, вопросы, все более-менее одинаковые, чуть-чуть больше, чуть-чуть меньше. А там есть много интересных, сейчас будем шпарить, если ты не против, я чуть-чуть зачитаю. Ну вот, следующий вопрос, да. страх родителям пережить смерть своего ребенка. Самый лучший вариант несколько детей, дорогие мои, тогда сосредотачиваешься на остальных. Это самый лучший вариант, к сожалению, либо к счастью, все мы смертны. Если ты сделал одного ребенка, то ты в очень большой опасности, в случае с ним что-то пропадает смысл жизни. Делайте несколько детей и заботьтесь о всех. Знают ли психотерапевты об Иисусовой молитве как универсальном средстве от страха? За психотерапевтов не скажу, а я молюсь, наш отряд молится, да, мы делаем большую ставку на помощь Божью. Вопрос, как жить в случае получения инвалидности в результате боевых действий? Я знаю ряд людей без ноги, которые на протезах носятся, как сумасшедшие, протезы сейчас офигенные, никто не знает, что у них нет ноги, и как один из них мне сказал, мне было стыдно, я его на войну пригласил, и типа он остался без ноги, он сказал, Юрич, не страшно остаться без ноги, страшно остаться без совести. Вот, ребята, вообще не парьтесь, извините, между нами все мужики и женщины тоже поймут, лишь бы член не оторвало. Вот это гораздо печальнее. Без руки, без ноги много нормальных парней есть, и женщин тоже. Ответил вроде бы. Важно понимать, что ты, оторвало тебе руку или ногу, у тебя должен быть настрой, ах, твари, быстрее поправлюсь, пойду, и вы мне пожалеете, я отомщу за конечность, как Моресьев. Тогда будет парень. Я знаком с такими ребятами, которые лишились конечности, и все равно вернулись в строй. скажи, брат, вернулись в строй. Дальше. Сто тысяч рублей за месячный курс, плюс еда, проживание, экип в сумме в районе двухсот тысяч. Это серьезный барьер для семейных мужчин с регионов. Это мы про Москву говорим сейчас. Это про наш курс московский, он говорит и пишет. Это серьезный барьер для семейных мужчин с регионов. Я отвечу кратко. А зарплата 240 тысяч, это не барьер для мужчин с регионов? Это нормально? Ребят, назовем вещи своим именем. Мне пишут из регионов душераздирающие письма о том, что они тут на зарплату 20 тысяч, последний пень, без соли доедают. Я сижу, лью слезы, думаю, как же он детей-то выкормил на эти 20 тысяч. Поди, половина с голоду умерла. Но, когда в одном регионе, скажем, возникла срочная надобность найти повара в одну организацию, московскую, вы не поверите, за 100 тысяч рублей повара не удалось в глухой провинции нанять. Реально. То есть, повар это человек, у которого даже кошка не голодает. Как писать письма, что мы тут умираем в провинции все? Я даже не знаю, может, Цепсота пишет. Всех ежей уже съели. Как 100 тысяч зарплаты и работа поваром ни одного человека не смогли на весь регион найти? Вот такая у нас диалектика, дорогие мои. Короче, мужики, кто пишет такие письма, кто из вас хотел воевать бесплатно, вы все в 2014 году пошли. Вы сейчас все идете, потому что 240 тысяч зарплата плюс расчет на еще на какую-то прибыль. Вы идете зарабатывать бабло многие, назовем вещи своими именами. Многие, да. Когда вы мне начинаете выть, что там дорого, в Москву через военкомат выплатят тебе 800 тысяч, а на сколько подготовят и сколько проживешь, ты не знаешь. Ты хочешь нормальную подготовку? Организуй свои курсы, безоплатные, бесплатные вообще, и будет тебе респект, и тебя научат бесплатно. Ах, не получается. Ребят, заплатить репетиторам, потом 5 лет платить, чтобы сын выучился на какого-то менеджера по клинингу, а потом хопа на, и оказалось, что он работает таксистом, потому что специальность нахер не нужна, а ты несколько миллионов отдал. У всех нормально, ну да. Купить какую-нибудь нефизическую машину в кредит и выплатить 3 миллиона, нормально. А заплатить 100 тысяч, чтобы получать каждый месяц 240 больше, чем менеджер по клинингу, и чтоб тебя дурака не убили, семья не осталась без кормильца. Это дорого. Хорошо. Я могу в довершение темы сказать только одно. Умный платит один раз, тупой дважды, скупой трижды, а дебил платит беспрорывно. Постоянно. Ребята, если тебе жалко денег на снарягу подготовку к экипировке, недавно один мужик написал коммент под моим ютубе. У меня снаряга была за 190 тысяч, я лежу в госпитале. А у моего сослуживца за 50 он лежит в земле. Вот вся разница между нами. Ну, вот. Да, снаряга – это вообще отдельная тема, это можно часами разговаривать. Там очень много нюансов. Прям очень много. Супер. Давай дальше зашпарим. У меня вопросы систематизированы, я быстро проскочу. Хорошо. Ну, может быть, вот про отряд конкретно. А что мы должны еще знать, о чем мы сегодня не поговорили, про отряд? Мы, понимаешь, брат, многих интересуют какие-то детали. Я понимаю, что человеку хочется знать больше. При этом, зачем ему знать, он сам не задумывался. Такой неосознанный познавательный инстинкт. где отряд находится, а какая тебе разница. Приедешь на полигон, и там будешь проходить подготовку. Из кого формируются, какие цели, задачи, кто командир, да, где штаб, коды запуска ракет. Ну, ребята, зачем вам это знать? Какая подготовка будет, сказал. Питание очень хорошее. Честно говоря, мы за этим моментом следим, и это очень важно. Вы посмотрите, как кормят людей. Если кормят людей плохо, значит, на них наживаются. И значит, похеру, что они погибнут на задаче. Ищут какую-то пользу в этом. Медобслуживание. Я там контролирую этот процесс. Надеемся, оно будет еще лучше. Если у вас есть здравые мозги, то перед тем, как ехать в отряд, любой, наш либо другой, во-первых, вылечите себе зубы, а во-вторых, займитесь своим здоровьем. Мне часто пишут, вот у меня больной позвоночник, колени, что вы мне посоветуете? К врачу я вам посоветую. Даже если вы на фронт не собираетесь, как вы собираетесь жить, работать, а дальше начнется большая война, а будут удары по городам, а будете родственников из-под руин выкапывать, как вы это сделаете с больным здоровьем? Займитесь здоровьем, кто не готов, сразу в отряд идти. Следующий момент, я так навскидку говорю. Кто воспринимает войну как развлечение, приключение, тех ждут разочарования на войне тяжелые. Война одного нашего летчика, штурмовика, героя Советского Союза, спросили, что для вас была война? Он говорит, для меня война, это было крайнее напряжение всех сил, очень тяжелая, ответственная работа до потери сознания и жизни. Вот это война для всех нас, дорогие мужики. Настраивайтесь на такую работу. Следующий момент. Да, если мы сможем... Перебью, да? Да, давай-ка. Вопрос из Телеграм. Ну, мне кажется, классно засчитывать вопросы прямо онлайн. Цитирую. Теплаки, ночники, птички, рации, тоже все самим покупать? Ответ простой. Че свое есть, приноси, может что-то применим. Чего своего нет, будем обзаводиться в рабочем порядке. А по поводу все выдадут, ребята, многие, уважаемые мною, офицеры считали, я с ними согласен. Я видел столько брошенной, дорогой техники на поле боя, которые отношения безответственные, потому что оно ничье. А я, если в прошлый раз поехал на войну с четырьмя ночниками на свою группу, с теплоком совсем, то я все и привез, потому что в любой критической ситуации я помнил, что это ценное имущество, оно мое. Вывод. Что надо для работы, обзаведемся. Если есть что-то свое, привозите. Если своего ничего нету, будем обзаводиться в той степени, в какой это нужно для работы. Хорошо. И вернемся к вопросам по списку. Да. Какие наручные часы вы бы посоветовали купить человеку, который собирается ехать на фронт? Самые простые Casio с компасом. Самые простые. Кто хочет заморочиться, мы дадим ссылку. Известный специалист админ разбирает разные часы, навигаторы и рассказывает о них. Но вы можете внезапно столкнуться с тем, что ваши часы сюрприз, активные. То есть все время излучают в интернет вашу точку в пространстве. Понятно, этот сюрприз вас очень огорчит. И вы не сможете с этими часами ходить на работу. Поэтому я рекомендую не спешить покупать сейчас часы, фонарик, пояс какие-то фантастические. Если у вас есть деньги, пока их отложите на карточку либо дома. Пройдите подготовку месяц-два. Мы вам день докупить все, либо через интернет заказать. По-любому дадим. Это будет гораздо разумнее, чем покупать. А то многие купят какую-нибудь феерическую шнягу. А потом окажется, что она была им не нужна. Обидно слушать, да? Ну так часто бывает, да. Так чаще всего бывает. Некоторые ребята приходят сюда на гражданку по разным причинам. Я задаю вопросы что пригодилось, что не пригодилось. И многие говорят, что мы взяли с собой лишнее. И вот тут у каждого свое. Опять же, это отдельная тема. Это можно будет поговорить на других прямых эфирах. Сегодня вот конкретно по отряду. Если есть у кого-то еще вопросы, пишите. Вот телеграм либо сюда в чат. Вопрос сразу зачитаем. Вот, кстати, интересный вопрос от Анастасии. Как звучит молитва воина? Что вы читаете перед боем? Если говорить совсем кратко. Лично я читаю специальную молитву воина перед боем. Она у меня в блокнотике. Я ее читаю с 2014 года. Звучит она следующим образом. Господи Боже, спасителю мой, по неизреченной любви Твоей Ты положил душу свою за нас. И нам заповедовал полагать и души наши за друзей своих. И исполняя святую заповедь Твою и уповая на Тя, безбоязненно иду я положить живот свой за веру царя и отечества и за единоверных братьев наших. Сподоби меня, Господи, не постыдно совершить подвиг сей во славу Твою. Жизнь моя и смерть моя в Твоей власти будет воля Твоя. Аминь. Может, кто-то читает другие. Там еще есть Псалом 90-е, насколько я помню, много всего, но мне это и хватает молитвы. Хорошо. Ну, сильно. Я потом отдельно сделаю вырезку. Благодарю вас, брат. Как правило, это очень успокаивает личные составы, сразу настраивает на правильный лад работу. К вопросам из списка. Тут просто их очень много, Очень много. Какие вот нравятся, давайте ответим. Какой вопрос? Ну, вот какие нравятся из списка, на какие хотели бы ответить? Давай дальше. Как избавиться от кардионевроза и панических атак? Подробнее вопрос будет к психотерапевту. А если у нас, то терпение и труд все кости перемнут. Постоянные физические нагрузки, хождение на большую дистанцию с грузом, физические упражнения регулярные, пребывание в здоровом коллективе, потихоньку исправляют от этого. О, если раненый, надо выбираться самостоятельно, точно знаешь, помощи не будет, а сил на десяток метров. Есть ли алгоритмы наработки, когда идешь уже только на волевых? Ребята, у меня была одна женщина, знакомая, ну, как дальняя, знакомая, она в интернете пишет. Вот, о чем мне делать, если я совсем ни к чему не готовилась и вдруг враги в городе, на улицах вражеская бронетехника, я совсем голая, дома с тремя детьми. Я ей говорю, ну, в этот момент вам остается прочитать молитву, да, и в общем все, больше вы уже ничего не сделаете. Если ты довел ситуацию до полного звездеца, не готовился раньше, то кранты тебе, Вася, скорее всего. Итак, первое, если раненый, а, мы готовим человека так, чтобы уменьшить максимально риски его ранения, б, человек самостоятельно и с командирами планирует свою работу, чтобы риск ранения уменьшить, в, выбираться самостоятельно, планируем так, чтобы была возможность эвакуации и была так или иначе, связь с другими людьми, которые помогут оказать помощь. Г, если все эти условия по каким-то причинам не работают, если ты раненый, надо выбираться самостоятельно. Следующий момент, сил на десяток метров, сил на десяток метров чаще всего, если ты плохо обучен. у нас был случай, у нас был случай, у одного бойца было ранение в руку, вот сюда, дыра была, ребят, вот кулак без проблем пролез бы, вот такая, так он крови потерял, буквально чуть-чуть, потому что так быстро намотал себе жгут, что не успел кровью истечь. В итоге, я его когда в госпиталь привез, он вышел из скорой и своими ногами дошел до приемного отделения, сказался от моей помощи, потому что не истек кровью, у него сил было много, и руку ему сохранили. Поэтому, опять же, при ранении, сколько быстро ты себе окажешь помощь, настолько у тебя сила останется на другие действия. И, наконец, если сила осталась на десяток метров, ну, если ты точно знаешь, что ты один помощи не будет и сил осталось на десяток метров, тогда не иди эти десять метров, садись, доставай гранату, расправляй усики, вытягиваешь кольцо, гранату кладешь себе сюда за плитник, если на тебе броник. Если броника нет, просто вот так прижимаешь к груди и все. Если точно помощи не будет и сил на десяток метров. Но в плен не сдаваться. Ха! Кто хочет при жизни многократно испытать муки гораздо большие, чем адские, утратить душу и много чего поважнее, может попробовать сдаться. Ребята, кто случайно не знает, я же работаю, как бы общаюсь, наши психологи говорят, половина людей, пришедших из плена, в ближайшее время поканчут жизнь самоубийством. Половина. А из тех, кто остались живы, я даже боюсь представить, сколько из них завербованных, которые сейчас, вы думаете, сбили самолет на нашей территории, охеревшие мрази, ракеты запустили, беспилотники. Кто это делает? Это делает вражеская агентура. В том числе из числа тех, кто побывал в плену. Я уже в следующий момент, он сколько описывает душераздирающих эпизодов, когда какому-нибудь мужчине отрезали половые органы, он пришел домой, помучался с женой, покончил жизнь самоубийством. Кто хочет себе такого, может попробовать сдаться в плен. Ну, казалось бы, это очевидный вопрос, но я думаю, все равно стоит его проговорить. Да, вот этот, про плен. Вопрос из Телеграм. Есть ли в отряде священник? А, хороший вопрос. Очень хотим, но нам нужен новый пересвет. То есть священник, который идет на БЗ, на боевую задачу вместе с ребятами, который тащит. Мне тут сказали, что такого священника во всей русской православной церкви нет. Если так, то беда. Мы совсем ослабели в вере. Если есть батюшка, знаете, говорит, десантник должен бегать, стрелять, как ковбой Джой, бегать, как его лошадь, но не наоборот. Вот если есть батюшка, который по ФИЗО тащит, пожалуйста, свяжитесь с нами, мы побеседуем с надлежащим духовенством. Они, если благословят ваш приход в отряд, будем очень рады. Но нам не нужен батюшка, которого нужно будет всем отрядам выносить, вывозить, если начнется пипец. Нам нужен действительно священник-воин. Я не верю, что вся наша русская православная церковь не воспитала, не породила одного такого человека на страну. Молимся, чтобы нам Бог его послал. Кто знает настоящих мужчин из числа священничества, просим вас к нам. Будет настоящее служение нашему делу. Опять же, куда писать, ссылку оставим под этим видео. Можете перенаправить ее, отправить, ну, кому вы считаете нужным. Следующий вопрос. Мне 50 лет, могу ли я попасть в ваше подразделение с физухой, все нормально. Ответ. Пишем секретарю. Дальше. Если я полный, не могу ни бегать, ни подтягиваться, что посоветуете? Заниматься. Полным. Он, я фотку тебе сбросил, какой полный воин с броником ходит на фронте. То есть, можно, но в наш отряд надо и подтягиваться, и бегать. Надо тренироваться. Лишний вес – это ожирение, это нарушение сердечно-сосудистой деятельности, это много чего. Это в ваших интересах начаться физподготовкой. А я вот еще подумал, да. Как самостоятельно психологически подготовить себя к боевым действиям? Что нужно себе внушать? Первое. Нужно готовиться к боевым действиям. Когда ты грамотно умеешь работать в любой ситуации, ты уже меньше нервничаешь. Второе. Сильно помогают молитвы и исповедь причастия. Третий. Кто по каким-то причинам пока не созрел, пока вы на гражданке, найдите мощного психотерапевта, работайте с ними. Они очень сильно помогают. Я лично знаю, таких с ними работают. И у нас следующий эфир сегодня будет как раз с психотерапевтом. Эти вопросы можно будет задать. Да, 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 да. Так точно. Значит, следующий момент. Я пошел в спортзал, мне 45, мне сказали, что я не смогу накачаться. Не слушайте дебилов. Возможно, все, да. Просто. Возможно все. Да. И кто хочет, находит способ. Напомню, что выдающийся наш воитель отечественный Илья Муромец до 33 лет сидел на печи, а потом резко как встал. И, кстати, это не феерическое, какое-то фантастическое существо. Он захоронен в лавре. Его исследовали костяк. И действительно у человека длительная, была какая-то болезнь, я уже не помню, какая, что он длительное время был неподвижным, а потом встал. Поэтому, дорогие мои, не слушайте глупых людей всяких. Следующий момент. Если можно, перебью. Тут есть еще несколько вопросов из Телеграма. Только что написали. Цитирую. Да, да, да. Цитирую. У меня есть почти все. Одежда, несколько видов обуви, рюкзаки, в том числе медицинский рюкзак. Вопрос в отношении СИБЗов. Бесконечная тема для поиска, нестандартное телосложение. Можно ли этот вопрос с покупкой СИБЗ решить на месте в отряде? Разумеется. Разумеется. Я вот повторюсь, да. У вас во время подготовки я всегда объясняю. Знания, связи, снаряга, боевая практика, а потом цикл повторяется. То есть, знания. Ты тренируешься, смотришь, что надо, что тебе подходит, что не подходит. Связи. Пока ты тренируешься, ты обрастаешь контактами людей, которые тебе подсказывают, что тебе надо и где можно купить. Снаряга. После этого покупаешь снарягу. Боевая практика. Смотришь, что подошло, что не подошло. После этого цикл повторяется. Не спешите сейчас судорожно покупать. Потренируйтесь, посмотрите, что у других и решите, что вам нужно из недостающего. Ну, а в плане снаряги есть договоренность с производителями. мы сделаем специальное предложение, я уже повторяю, для ребят из отряда Евича. И следующий вопрос. Как обсудить свой уход на СВО с матушкой менее болезненным способом для нее? Молча не вариант? Ну, все это выяснится очень быстро. Вообще не вариант. У меня был такой феерический уникум. Я не использую слово дебил, потому что, блин, человек поступил в элитный ВУЗ, демонстрировал мозги, но как-то. Пишет его мама к нам в чат. Вот мой сын такой-то ушел к вам на тренировку, пропал без вести, я сейчас обращаться буду в милицию, куда он делся. Я с ней связываюсь, говорю, голубушка, он уже месяц у нас проходил подготовку. Да, я знала. Он что, вам не сказал, что он на фронт собирается? Нет, не сказал. Паразит такой. Сказал бы, я бы поддержала его, одобрила, снарядила, как так, ушел из дома, не сказал матери. То есть, совет сказать. Я говорю, я его сейчас не вижу, а так бы отшлепал. Короче, вот так не делайте. Второе, как объяснить матушке, сильно зависит от слов, от ее приоритетов. Я сделал в свое время, я очень просто в свое время, ну, как сказать, я очень просто сделал в свое время. Я, когда начал принимать участие во всем этом, родственники не одобряли, потом они свое мнение изменили. Я вам посоветую скачать, как наших сожгли в Одессе заживо, скачать сцены расправ каких-то, их над нашими, показать маме, сказать, вот, мам, это не люди, они хотят убить всех нас. Я мужчина у тебя, я не могу спокойно на это смотреть. Мое место там. Пожалуйста, мамочка, благослови, молись за мои успехи, а я буду защищать тебя, страну нашу. Второе, я советую, конечно, всем, кто уходит на фронт, жениться по возможности, ну, кто, у кого нет детей, вот я советую завести ребенка, тогда не так обидно будет родителям, что ты погиб, будет о ком заботиться и род продлится. Но для многих современных мужчин жениться гораздо страшнее, чем пойти воевать, к сожалению. И пишут, пишут в ВВК, Николай, цитирую, с 14-го года потерь 5 человек у вас, это вопрос, это очень достойный результат и говорит о высочайшей подготовке. Во-первых, это для вас, дорогой мой, достойный результат, а я каждого из них знаю, знаю, у кого сколько детей сиротами осталось, для меня это страшный кирпич на всю душу. Во-вторых, я четко знаю каждый раз, какие просчеты командования привели к гибели каждого из них. Дело в том, что я работаю с пехотой, я иду с ними в бой, но я всегда занимаю командный чейн медицинский, я знаю, кто какие решения принимал на командном уровне и как оно сказалось потом. И это меня крайне огорчает, потому что бывают потери, которые неизбежны, понимаете, вот просто неизбежны, когда нужно было кому-то лечь, чтобы выполнить задачу. Но в большинстве случаев этих людей можно было сберечь, если бы поступили по-другому. При этом я же и знаю, что если бы поступили по-другому, возможно, возможно, погибли бы другие люди вместо них. Тут мы вступаем в вопрос, что если ты человек православный, ты начинаешь думать на это воля Божья и немножко успокаиваешься. А атеисты, они просто, многие знакомые мне атеисты, на этом ломаются в войне, потому что они видят, что можно было не допустить каких-то потерь. Но что было бы, если бы не было этих потерь, они уже так далеко часто не думают. Поэтому за такой отзыв спасибо, дорогой мой. А вообще, вообще, я лично очень сожалею, что вообще не удалось так сделать, чтобы остались живы все, не погиб ни один. К огромному сожалению. Отсюда вывод. Во-первых, офицер у каждого офицера свое кладбище, но нужно стремиться к тому, чтобы это кладбище было вообще пустым. И второй момент. Один из моих учителей в военном деле, это в 14-м году, часто говорил офицерский хлеб черствый. Ну, я думал, ну, наверное, потому что бедный хлеб какой-то некачественный. Чем я, когда я участвую, я эту фразу часто вспоминаю. если ты хороший офицер на войне, очень часто у тебя нет времени сходить в столовую. Тебе ребята принесут покушать. Но когда ты сядешь ночью кушать завтрак этого дня, у тебя хлеб к этому моменту уже зачерствел. То есть, тебе некогда есть, ты все время занят тем, чтобы у тебя как можно лучше были подразделения обучены, снаряжены, подготовлены, все спланировано. Если ты офицер, у тебя хлеб мягкий, он мягкий от слез сирот и вдов, которых ты сделал. Вопрос из списка. Конфликты между сослуживцами. Как себя вести с явно агрессивными сослуживцами и неуважительным отношением к себе? Если можно, я сейчас сделаю крупный план на вас, сам отойду, через минуту подойду. Я могу сразу отвечать начать? Во-первых, ребята, заразны как агрессия, паника, так и хладнокровие. Если вы хладнокровный человек, рядом с вами меньше народу паникует и истерит. Второе, не забывайте, очень часто агрессия спровоцирована вашими некорректными действиями. Всегда помните об этом. У меня часто бывает, что общение с разными достойными людьми, знакомство начинается с конфликта, чуть ли не с мордобоя, а потом мне так неудобно, что я с ним поконфликтовал. Поэтому, если складывается конфликтная ситуация, подумайте, а не вы ли причина его? Следующий, самый лучший способ избегать конфликтов, это деятельность, активность ваша. То есть, видите, что кто-то обслуживает тяжелое вооружение, подойдите, помогите человеку. Видите, что кто-то что-то делает полезное, предложите ему помощь. Когда вы со всеми в хороших отношениях, то конфликт с вами реже возникает. Никого не обсуждайте, не осуждайте, не сплетничайте. Слухи разносятся быстро, и репутация ваша пострадает из-за того, что вы о ком-то что-то плохое сказали. Вообще у нас есть книга мемуаров, второй том «В окопах Донбасса земля украденных надежд». Там у меня целая глава советов как вести себя на войне. Все эти моменты там подробно разобраны. Всегда сосредоточьтесь на своей специальности. У вас с вашей специальности все идеально, займитесь изучением другой военной специальности. Когда у вас много времени, у вас нет времени конфликтовать. Есть правило такое интересное. В чем смысл жизни? Навести порядок в радиусе 5 метров от себя. А дальше? А дальше продолжать поддерживать порядок. Ну, а дальше? А дальше расширять диаметр, радиус. Да, так и тут. Следующий момент. Сами не допускайте употребления алкоголя, наркотиков и не допускайте это у сослуживцев. все подразделения бухают, нечего делать в таком подразделении, сваливайте к нормальным людям. Далее. Перехожу к непопулярным вещам, но очень жизненным. Как сказал один мой товарищ, он тоже служил, и теперь, как сказал, вернулся оттуда. Туда ехал, он был со мной не согласен, ехал, что-то мне доказать. Вернулся оттуда, говорит, Юрич, как я тебя теперь понимаю? Так вот, однажды Юрич сегодня агрессивный. Он говорит, Юрич, почему сердитый? Потому что у него сейчас пулемета нет. А вы знаете, как с тобой вежливо люди всегда беседуют, когда у тебя пулемет в руках есть, снят с предохранителя? Так вот, когда ты идешь на войну, ты должен понимать, что это место смерти, в прямом смысле слова. Там каждый момент убивают. Некоторые люди могут вести себя некорректно, либо просто преступно. если эти люди понимают, что вы готовы применить меры поддержания порядка, самые жесткие, вплоть до летальных к ним, рядом с вами все ведут себя корректно. Но эта готовность должна быть не демонстрируемая, а реальная. Так, есть несколько еще вопросов в Телеграм от Максима. Месяц перед фронтом. Что с расписанием, с занятиями? Возможно ли совмещать с работой? Имеется в виду московские курсы. Имеется в виду. Никоим образом берите отпуск на месяц. Каждый день по 10-12 часов занятий, ни с какой работой это не совместите, даже удаленные. Много всего. Про монаха вопрос уже был, да? Ну, и зачитаю. Ира монах, иерей не имеют права воевать с оружием в руках, стрелять. Воевать с оружием может только монах по благословению, по вопросу пересвета. Но монах это не священник. Вот так. Ребята, я не буду сильно влезать в вопросы иерархии, веры и прочего. Давайте, блин, в конце концов или крестик одеть, да? Или, не, или крест снять, или трусы одеть, задолбали меня каким-то фарисейством. У нас Николай II святой, да, великопученик, все. При Николае II картина, когда полковой священник ведет полк в атаку и по никодилам на цепи разбивает голову какого-то косорылой, желтомордой японской обезьяни-пулеметчику. Аналогичные примеры были в Первую мировую. Аналогичные примеры были при защите троице-сергиевой лавры. Чего вы поводы придумаете не служить Отечеству? Нашему отряду нужен батюшка, который затащит задачи наряду с ребятами. Его не будем носить на машине, его не будем носить в паланкине. Физо и морально-волевые. Вопрос убивать, не убивать мы решим отдельно. И второе, блин, ребята, на современной войне застрелить противника, это нужно такую везуху вообще. В большинстве случаев такой даже возможности нет. Поэтому не заморачивайтесь третьестепенными вопросами. Я вообще не понимаю, на нашу страну напали откровенные сатанисты. Они уже поработили 30 миллионов русских, сделали из них антирусских мутантов каких-то, феерических, и продолжают пропагандировать гей-парады и прочее. Доколе будем отцеживать комара? Я не могу убивать, мне совесть не позволяет, я не могу убивать, я почитал Толстого, я не могу то-сё. Ты сначала пройди подготовку, чтобы ты технически получил возможность дойти до врага. Уже заморачиваются, вроде как он все остальное может, и вот только вопрос, нажимать нет на отпусковой крючок. Брат, до кого-то убить на современной войне нужно быть очень подготовленным человеком. Ну, я так дипломатично. Я понял, но многих пониманий отсутствует, то есть, но может быть опыт каких-то прошлых военных конфликтов, сейчас все по-другому. И вот я часто общаюсь с ребятами, когда мы там, есть время пообщаться здесь с ребятами, которые приходят, все совсем по-другому, не так, как было раньше. Что мы еще не рассказали из того, что нужно было про отряд? Тут просто сыпятся вопросы по протоколу, как сделать это по медицине, как сделать то, это, наверное, вопросы к другому прямому эфиру. Сегодня вот все конкретно про отряд. Это мы сразу одним видео закрываем все вопросы. Если есть у вас какие-то еще вопросы, вот, написали, Пушкарь, копию контракта на руки вы даете? Вижу вопрос. Первое, как договоритесь с командованием про копию контракта? Договаривайтесь сами. Я неполномочен вам ответить. Дальше. Статус участника боевых действий? Ребят, я не знаю. По простой причине. У нас в отряде статус участника боевых действий обещали всем. Не получил никто, кто без ноги остался, без руки, кто с медалью пришел на все вопросы к государству. А за что мне дали за отвагу, если я не участник БД? Государство хранит гордое молчание. Обещали, блин, просто клялись, вот вы знаете, но я даже передать не могу, насколько клялись. Даже не знаю, говорите или нет, кто клялся, опять будут обиды страшные. Короче, это другой отряд был, не этот сейчас. Поэтому обещать вам могут все, что угодно, что вы получите, хрен его знает. Третий, да, отпуск будет. И, наконец, четвертый момент. Четвертый момент. Ребята, кто приходит в армию получить ипотеку, пенсию и статус, у меня сразу вопрос. Брат, а ты правильно себе выбрал жизненный путь? Идет война, чтобы не отрезали бошки твоим детям, не сделали расами, не пустили на органы для Европы, а их статус беспокоит. Война будет 10 лет минимум. Ты собираешься быстренько получить статус, чтобы дешево ездить в автобусе? А когда момент будет критический, тебе этот дешевый автобус поперек глотки станет, ты смоешься, потому что, а как же я погибну сейчас, а как же статус? У меня этот вопрос напрягает, но я ответил дипломатично, посмотрим. Да, война будет еще минимум 10 лет. Просто, ну, вот здесь можно чуть-чуть, чуть-чуть, да, остановиться на этом вопросе. Режим СВО рано или поздно закончится, и после этого начнется режим КТО, ну, это я так догадываюсь. И вот этот режим будет очень долго, и в этом моменте могут происходить очень разные всякие ситуации. Я тоже стараюсь как бы очень мягко говорить сейчас на прямом эфире. Поэтому те, кто думает, что вот завтра там все закончится, ну, скорее всего, это будет не так и длительно. И вот тоже спрашивают, а что делать? Готовиться в первую очередь, и есть разные варианты. Если, допустим, несколько лет назад вариантов не было никаких, и я искал эти варианты сам, то сейчас они есть. И теперь вам осталось только выбрать заниматься или не заниматься. И многие думают, что вот мы сейчас занимаемся, а не пригодится. Но не пригодится и отлично, и слава богу. Но знания по тактической медицине могут, или вообще в принципе по медицине, пригодятся и гражданским, здесь на гражданке. И вариантов тут тоже масса. Например, вот самый банальный пример ДТП случилось, что делать? Что можно делать, что не нужно делать? Ну, очень много разных ситуаций, которые могут быть здесь. Ну, а там это тем более нужно знать. И вот на мой взгляд, как мне кажется, лучше налегать сейчас в первую очередь на медицину. Это одни из самых основных, да, навыков. Брат, на медицину налегать надо всегда. Люди, которые думают, что им медицина не пригодится, они просто полные идиоты. Да, в гражданской жизни только люди узнают, что ты что-то знаешь по медицине, сразу начинаются. У меня нога болит, у меня глаз болит, извините, у меня жопа болит. А чем ты можешь помочь? И если ты можешь помочь, автоматически, у тебя польза людям, к тебе отношение улучшается. Поэтому, кто считает, что ему медицина не нужна, ну, просто очень недалекий человек или очень ленивый и не хочет учиться, не хочет нести ответственность ни за что. Ну, вот. Извините, кратко. Да, поэтому есть вот предложение. Проводятся разные курсы, разных, разные люди их проводят, разные организации. Сходите хотя бы на один денек в хорошие места и посмотрите, как это делается. Возможно, в первый же день вот эти розовые очки у вас спадут. Скорее всего, так и будет, ну, если инструктор компетентный. Ну, компетентность инструкторов это уже отдельная, тема. Такая емкая, на самом деле. Вопросы... Если интересно, да, многие спрашивают, а как найти компетентного инструктора? Сказать тебе? Да, как? Очень просто все. Я, да, сначала я... Ничего, мы не сильно долго в эфире, пора уже закругляться, а то я на две минуты расскажу историю. Давайте, интересно, да, как найти квалифицированно качественного инструктора? Один мне специалист, он по пулемету специалист, не по медицине, но рассказывал. Говорит, Юрич, смотри, какая беда. Вот у тебя по медицине, у меня точно так, по пулемету. Приходит ко мне какой-нибудь военный, говорит, слушай, давай вместе напишем книжку и издадим. Вот Акмеду, например. Или по пулемету, один хрен. Я сразу понимаю, что ему истинно правильное написание, эффективность нахер не нужно. Его начальство пнуло и сказало, сукин сын, нам нужно отчитаться, что у нас новая книжка, рожай, падла. Он нихера не знает, он пошел ко мне. Мне для пользы дела не жалко. Я ему говорю, вот наши все наработки, только будешь писать, посоветуйся со мной, чтобы у тебя дичи не было. Я готов. Он пропадает со связи. Это что означает? Что он принес командование эти наработки и сказал, не бейтесь от меня, я вам принес наработки, дальше без меня. После этого командование его, ну там, это научный институт, как правило, если надо что-то писать, чешет репу, берет самое бесполезное животное на кафедре, какого-нибудь, который защищался по нарушениям психологического развития у детей и говорит, диссертацию получил, вот тебе готовые наработки, ты ж кандидат наук, ты что не сможешь методичку написать? А ну, падла, быстро за две недели методичку, нам надо отсчитаться. И вот он садится, он солдата, кроме как в кино, никогда не видел, он автомат в последний раз держал на присяге. И вот он садится и с этим своим огромным боевым и тактическим опытом на основании своего образования об умственном развитии у детей, научного, переделывает методичку о тактической медицине на поле боя. Быстро. Приносит командование, говорит, фух, родил, отпустите душу на покаяние. Командование берет то, что он написал, берет следующее, самое бесполезное животное на кафедре, и говорит, значит так, ты у нас кандидат наук, похер же, защищался по физиологии клетки. Вот тебе готовая методичка, езжай в войска, проведи занятия, нам надо отчитаться, что она внедрена. И вот он едет в войска, у него боевого опыта, ровно как у первого и тактического, и на основании своего образования и научной степени о физиологии клетки начинает рассказывать методичку, переиначенную с точки зрения образования о психологическом недоразвитии детей предшественникам, и рассказывать в боевых частях всю эту дичь, как тактическую медицину. А там сидит битый, стрелянный офицер, контрактник какой-то слушает и говорит, да, правду мне говорили, тактическая медицина дичь и ересь. Итак, первое, инструктор очень хорошо, если имеет боевой опыт. Очень хорошо. Так, еще раз подытожим. Если он боевого опыта. Подытожим, да. Это я делаю для того, чтобы потом вырезку сделать. Значит, критерии, как выбрать квалифицированного, качественного инструктора. Рецепт от Юрия Евича. если у него есть боевой опыт личный. Очень хорошо. Но боевой опыт это не стопроцентная гарантия. Очень часто, как один мне рассказывает, говорит, год был на фронте, я научился очень быстро копать окоп и очень быстро прятаться. Все. Некоторые за год могут рассказать, как они сидели в окопах под обстрелами, им было страшно, и они пили. Поэтому боевой опыт это хорошо, но это не сто процентов не абсолютизируется. Итак, если у инструктора боевого опыта нет, вопрос, по какой школе ты преподаешь? потому что у каждого есть определенная школа, их несколько. Школы, как правило, специалистам известны всем. Вы можете спросить у знакомого специалиста, посмотреть в интернете, почему это важно. Если у человека нет боевого опыта своего, и он преподает по своей какой-то школе, это автоматически дичь, блядь, потому что ты понятия не имеешь, что на театре военных действий, и твое преподавание это фэнтези, где ты фантазируешь что-то. На поле боя за тебя ученики расплатятся, они погибнут. Поэтому, если своего боевого опыта нет, только по готовой школе преподавать. Второе. Школа, которая преподается, их основных несколько. У нас в стране школа есть наша, есть школа Артема Николаевича Катулина, есть школа в Питере, клуб Сварог, есть несколько других, и есть сейчас Министерство обороны Кулак Барин. Блин, их нет. Да. Плюс к этому, плюс к этому есть западная школа, Марч, Марч Спау и вся эта прочая ересь. Если человек внятно, четко сказал тебе, по какой из этих школ он преподает, в школу я ругать не берусь, каждый считает, что его кунг-фу лучшее, понятно. Поэтому, по крайней мере, есть определенность, что он преподает. Вот тут смотрим, каков план занятия, сколько часов, какие дисциплины изучаются, сколько теория, сколько практика, сколько инструкторов на занятии, потому что многие курсы, что коммерческие, что некоммерческие, нередко для преподавания делают следующим образом один человек на 100 обучаемых, 200 обучаемых, два часа на подготовку. Я думаю, о, люди жалуются, ВК плохо грузится. Я думаю, что всем понятно, что это патологически некорректно, инструкторов должно быть побольше, времени должно быть побольше. У нас на курсах на каждые четыре обучаемых один инструктор. Еще раз, на каждых, на каждых... У нас на четверку обучаемых один инструктор. Четыре ученика, один инструктор. Да. А бывает и инструктор, помощником инструктора на четыре человека. Так, если можно, это весь список или на что-то еще нужно обратить внимание? Да, легко. Материально-техническая база. Чем более разнообразная, тем лучше характеризуют обучающих. В идеале, если есть манекен человека в полный рост. Он дорогой. Раньше было 300 тысяч, сейчас 800. Да, Гош пресловутый. Но, я много раз наблюдал, когда люди на занятиях многократно Гоша бинтуют, жгутуют. Когда в реале кому-то руки-ноги оторвало, курсанты не впадают в шок. А так, я что-то делал, лага, жгут накладывал. И молча работают. Очень полезен. Следующий момент. Вставочку сделаю про Гошу. Мы с вами в Краснодаре. Гошенька красавчик. Да, очень полезная вещь. Мы с вами в Краснодаре снимали несколько видео, в том числе и с Гошей. Очень натуральный. Очень похоже, как вот в жизни может быть. То есть, после Гоши видеть уже реальное ранение, я думаю, будет проще. Намного, намного проще. Следующий момент. Структура ведения занятий. Обычно у инструктора хорошего есть внятная, последовательная структура занятия, которой он придерживается, не прыгая от одного к другому, не перескакивая по темам и грамотно, последовательно доводя людям материал. Разумно спланированное занятие, определенная часть, потом перерывчик. Вообще, мы сейчас заканчиваем работу над томом 4. У нас методически есть том 1 опыт Донбасса, том 2 опыт Сирии, том 3 снаряжение, экипировка, том 4, учебник инструктора. Там много это подробно описано. Инструктор, который на занятиях истерит, учиняет ненужные там стресс, какие-то занятия, дымы бросают, стреляют, а люди не обучены. Это чаще всего не оправдано. Сначала человека нужно учить, готовить, только потом последовательно наращивать и, кстати говоря, лишний стресс не сильно нужен. Ты просто ограничиваешь время у людей и будет стресс, когда начинают спешить. многие делают ставку нам адреналин на адреналин и люди выходят с занятий. У, было классно, а что там, мы не помним. Вот это плохие инструктора. Особенно, особенно этим славится риск-тренинг. Я не знаю, это пшекская вредительская контора работает сейчас у нас в стране или нет, а до войны они почему-то стадион в Патриоте имели, полигон, и там со страшной силой демонстрировали какую-то дичь, что там не нужно людям обезболы колоть, потому что это сильно сложно, что если жгут был наложен 15 минут, его не надо снимать, что нужно плевральную иглу сразу подряд всем ставить. Они враги, они учили наших так, чтобы раненые сдохли. Кто их допустил и почему, с какого хрена, не знаю. Военных, которые в них учились, остается только пожалеть. Вот пример, как не надо. Не знаком с такими, не знаю. Ну, были такие, как сейчас, не знаю. Если можно, давайте вопросы из ТГ. Вопрос такой, будет ли официальная повестка или что-то в этом духе на руках, чтобы по-человечески спокойно уйти от мирских дел? А, ну, это поговорить с командованием, что значит спокойно по-человечески, чтобы с работы тебя отпустили? Да, чуть чаще всего начинается. У нас был случай, один человек ушел из части, ушел на службу, очень, ну, с начальственной должности, очень хорошо показал себя на службе, пришел домой, его уволили, со словами, нам такие психованные в коллективе, которые лезут на войну какую-то чужую, нахер, не нужны. Я надеюсь дожить до того момента, когда у нас в стране будет порядок, у меня каждый такой работодатель получит лет десять, чтобы на свежем воздухе валя лес до Тихого океана подумать о родине, пользе, труда и всем остальном. Надеюсь дожить до этого момента. Ну и давайте потихонечку закругляться. Наверное, финишный вопрос от Андрея. Мы, в принципе, его уже обсуждали, но звучит так, еще раз, про алкоголь. Дается ли военным сейчас на СВО употребление спиртного в условиях боевых действий? Как я слышал, в Чечне, в Афганистане подобное практиковали. Как сейчас? Можно односложно обоебы не переводятся, к сожалению, в нашей великой стране. И их бывает немало. К огромному сожалению. Пьянка в мирной жизни это большой недостаток, а на войне это никуда не годится. И наказание будет самое жесткое. В нашем случае да. Поэтому кто на войну идет бухать не в нашем подразделении. Знаешь, как классный фильм «Телохранитель» и в этом фильме он говорит «Так ты был, говорит, охранником там какого-то Рейгана? Он говорит «Да». Так его подстрелили, не в мою смену. Так, ну, в принципе, давайте потихонечку завершать эфир. Может быть, напоследок, да, послесловие. Можете обратиться к потенциальным кандидатам в отряд? Да, 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 да. Итак, обратиться мне что-нибудь сказать, да? А, я скажу все очень просто. Ныне, к сожалению, покойный Андрей Морозов, МУС, уникальный человек, который организовал связь на уровне, блин, корпусов, он построил с нуля, без всякой господдержки, только гуманитар перед своими мозгами связь на несколько корпусов. Я думаю, армейских, уникальную, до сих пор, больше нигде, сейчас в РФ нет такой связи, как у них. Я думаю, это достаточно характеризует человека, да? Так вот, этот человечек сказал, ребята, кто не хочет сейчас идти добровольцем под команду предсказуемых командиров, за деньги и с каким-то неплохим вооружением, завтра пойдете по мобилизации с одной винтовкой на троих и под командованием совершенно неподсказуемых дебилов. Ребята, на нас напало 52 страны мира. У них все идет по плану. Они сейчас разворачивают группировку и, скорее всего, этой весной с Финляндии войска пойдут на Питер, из Польши на Москву, с Украины, с юга на Москву в центр страны, присоединятся шпроты, присоединятся мамалыжники, поднимут мятеж в Казахстане, японцы высадятся на острова, Грузия с нами в конфликте, Азербайджан протурецкий, турки начнут работать, а у них одна из мощных армий мира. К нам пожалует весь мир. Вы всерьез думаете при таком празднике отсидеться? завидую вашему оптимизму. Как сказал один батюшка, я его очень уважаю, он духовидец, видит будущее, война пойдет такая, что 14-летних в строй ставить будем. И он же мне сказал Че ты так переживаешь? Я переживал, что народ тупой, плохо воюет. Че ты так переживаешь? Треть населения убьют, остальные поумеют. Вот, ребята, я никого особо агитировать не буду. Кто мужчина, знаете, кто хочет жить, кто весел, кто нитля, готовьте ваши руки к рукопашной, а трусы пусть уходят с корабля. Они мешают схватке бесшабашной. Так вот, кто хочет поработать как следует, получить нормальную подготовку и принести пользу Родине, не зря сдохнет, приглашаем в наш отряд. Кто хочет до последнего сидеть, но мы таких не приглашаем, нахрен нам надо. Очень скоро вы сами сможете оценить, насколько я оказался прав. Ну и в довершении ищем настоящих, будем очень рады, настоящим врачам и настоящим священникам. Пока очень плохо. Врачей, которые могли бы взять на плечо рюкзак и пойти, пока нам Бог не послал. многие воют, сопливят слезы. Да я, до три войны, да я врач, да я хочу к вам. Но как только окажется, что к нам это не подкондиционер в 40 километрах от фронта в модуль, а туда, где пехота, грязь, где все решается, сразу ой, но у меня семья, дети, кредиты, ипотека и вообще белый халат. Ну, про священников я уже тоже сказал. Нам не надо 20 священников в отряд, нам нужно одного, но которого не надо будет выносить на руках, когда звездец начнется, потому что у него моторчик откажет, чтобы взял рюкзачок и с пехотой молча отшагал сколько надо. Я не думаю, что это фантастические требования, и я не верю, что наша великая Россия не родила одного священника, который затащит. Ну, а все остальные представители всех остальных специальностей не имеют значения, какая у вас специальность вообще не имеют. Если есть цель, найдется и способ. Кто хочет послужить родине, приходите в наш отряд, если пройдете отбор, в процессе подготовки научим вас всему, чего хотите. В любом случае, у вас есть выбор делать, не делать, и как вообще, в принципе, что-то делать. Вот, на этой ноте, я думаю, мы закончим. Те, кто находится в тылу, поддержите, ближайшего гуманитарщика, которому вы доверяете. Это тоже такой важный момент. Всем спасибо, что смотрели. Ссылки обязательно оставим. Запись прямого эфира выложим, ну, сегодня, может быть, завтра утром. Я маленькое дополнение, кто не готов воевать сам, но понимает, что единственное, что заслоняет горло его детей от вражеского ножа, его самого, это грудь русского солдата, кто хочет, можете оказать финансовую помощь отряду. Нужно, блин, все, всегда на войне, начиная с ботинок, заканчивая транспортом. Поэтому ссылочку укажем, кто сможет поддержать отряд. Недавно я беседовал с одним гуманитаристом, раз вы звоните, вам же что-то от меня надо. Я говорю, да, мне надо, чтобы вам и вашим детям не отрезали голову. Но, если вы сами этого не понимаете, подождите, пока увидите вражеские танки на улице, тогда вам самим все понадобится, но будет немножко поздно. Ну, чуть поругались, потом замечательно пообщались. Поэтому, кто не готов сам воевать, сделайте поддержку тем, кто сейчас за вас готов воевать. Глядишь, вам самому не сильно быстро придется это делать. Не сильно быстро, да. Ну, я пессимист, я надеюсь, что, может быть, и лучше будет. Однако, я даю прогнозы, мне никто не скажет, что Юрьевич пообещал сильно оптимистичное кому-то чего. Я думаю, что правильно готовиться к худшему, а там дальше быть как будет. Так точно. Заканчиваем. Всем спасибо, что смотрели. Ссылки оставляем. Через 10-15 20 минут сделаем второй прямой эфир с психологом. Есть миллион вопросов, на которые мы постараемся ответить. Не на все, конечно, но на основные. Все. Всем спасибо. 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 Продолжение следует...